ежедневно наша съемочная группа отправляется в путь по городам и селам донбасса для того чтобы кто-то в очередной раз смог услышать от своих родных и любимых долгожданные слова мы живы я часто бываю в госпиталях встречаюсь с ранеными бойцами настоящими героями у каждого из них за спиной боевые подвиги но и героизм остается с ними здесь на больничных койках я прихожу сюда желание им помочь но удивительное дело гораздо больше они мне помогают помогают понять насколько важна для человека сила духа историю василия артема мне рассказали мои знакомые василий боевой командир артем рядовой боец оба с 2017 года защищает свою землю от весу бок о бок прошли много тяжелых боев 15 марта то есть мы наступали на авгеев был приказ то есть взять позиции но чтобы молим и дальше продвинуться уже дошли до их позиции некоторые даже из наших парней уже зашли на позиции но в это время начался сильный сильный обстрел у меня прилетела восьмидесятая мина вина упала до четко в ноги то есть как бы вообще но не оставила мне никаких шансов меня подняло перевернула воздухе я прям в эту воронку то есть упал я сам не понимаю честно ну вот как я остался жил наверно с божьей помощью я помню что только вспышка оглушение взрыв упал уже вроде как и потерял уже сознание в это время я прошел себя уже почувствовал это боль не могу двигать ногами чуть-чуть на повернулся как раз увидел то что мой командир же что же раненый такой же как я прямо от 11 ну он тоже с нами ждали потом пока мисс нас наши парни же они приехали нас как бы забрали вот и отвезли уже весеновато весеновато сделали операцию знаю что вот вот еще чуть-чуть и как бы ну их выдавят все равно вот они же отвечают по гражданским они знают что здесь нету военных объекта вот этих просто жалко вот этих людей ну которые ну они они вообще ни в чем не виновны они мирные люди которые просто идут на рынке идут в магазины ну и вот так встречают свою смерть так нельзя дети дети умирают вот этого вообще как вот с ними можно воевать если они вот так вот делают надо просто закончить это все еще раз начали надо закончить я служил как пацан пацаны ко мне все приходили все были рады со мной служить как бы никогда не было никаких они претензий не заморочек я всегда понимал каждого из семья и каждому хочется к этой семье и жизнь решается в минуты в секунду первое время было очень сложно это все воспринять то есть это как физически как морально то есть очень сильно нужно нужна поддержка это все намного легче на пережить и осознать вот любая поддержка хорошая когда она еще и большая то есть потунула людей это очень приятно ну ты начинаешь как бы не пускать руки наоборот на держаться одну то есть это это дух вот если нету духа не будет ничего а так если ты хорошо себя чувствуешь то есть но боевым духом то есть здоровье она быстрее налаживается но идун как бы на поправку восстановление надеюсь все таки что года через пол уже все стану я на ноги и ну и пойду хочется встать на ноги а ну встать на протеза и защищать обратно всю республику и Донецк тоже все мы все мы заодно алло алло василий здрасте марьяна здравствуйте мы подъехали встречается все жду заходите мы продолжаем следить за судьбой наших героев и сегодня мы приехали к василию советскому навестить его и узнать как у него проходит реабилитация место для курения тут мне выделили до семью аллергия я курю здравствуйте здрасте здрасте рассказывайте как у вас сейчас идет восстановление дела потихонечку как бы выписывали уже с больниц делали мне операцию доставали на осколки у меня последняя комиссия там числа 5 или 15 будет то есть там еще не по числам не скажут но если я пойду потом в ростов то есть будет делать первые слепки как бы будут пробные сначала протезы как бы делать но на них научиться сначала а потом уже но буду заказывать вот этот который за 6 миллионов то есть как бы сбор нормально идет еще чуть-чуть осталось как бы и ну все можно и жарю уже заказывать будет ну такие которые хотел то есть спасибо большое вам то что жарю как бы откликнулись и жарю очень приятно ну как бы когда люди ну как бы не забывают ну а так уже потом буду смотреть как бы по мере ну чего там есть там как бы варианты там пара олимпиада это то есть можно там заняться чем-то ну как бы да но почему нет ну то есть как бы я же говорю ну как бы здоровье вроде ног нету на здоровье люди осталось а поэтому почему можно попробовать но вот жена не это сын сыночек не не дни дочка то просто прическа прическа не она такая интересная же ряда сын-сын приехали в гости к нашему тоже бойцу артему привет артем еще за василия были он такой вообще просто у меня слов нет ну он сильный человек заражается энергией не он да он сильный плане как мы да вот с ним как он стал моим командиром то есть это я очень обрадовался этому потому что человек сильно сильный он именно может вдохновить на все сейчас настроение тоже на такую боевую достану конечно почему нет то есть на этом жизнь не заканчивается это не приговор я думаю так я знаю у тебя девушка есть да расскажем как она все отреагировал чем помогает когда это все случилось и на второй день это позвонил рассказала там если ему как бы мы разойдемся я все пойму нас она ни в коем случае даже об этом не думаю ну это тоже мне подает сил как бы это очень хорошая девушка очень а вот с протезами и так далее это уже но кто-то помогает или какая-то помощь нужно нет но тут же помогают как бы там люди объявили там тоже опять он сбор все это вот это алексей журавра да алексей журавка не любит слова инвалид и таковым себя не считает хотя родился без руки и ноги успешный в прошлом бизнесмен экс-депутат верховной рады сегодня объявлен киевскими властями пособником террористов но это не мешает ему помогать тем кто попал в трудную ситуацию я много читал про него там он как бы человек слова что он давай мы позвоним так хочется пообщались алексей здравствуйте здравствуйте смотрите с кем я алексей слышите нас я вижу вас видела здравствуйте приехали навестите артема узнать как у него дела и как вы тоже принимаете участие а ну огромное спасибо я думал вы приедете когда мы все уже сделаем артему как полагается а вы приехали сейчас а мы приедем когда еще сделаете вы нам покажете что как у вас получилось да а потом что у вас из планов ну что должен протезировать его квартиру ему достать с под земли они на четвертый этаж привести в порядок а потом в добрый путь и если он будет сильным пацаном он станет большим человеком вот и все моя позиция следующая держаться не падать духом идти только вперед я взял под свое шефство и курирование василия артема не просто так им дать и помочь и выпустить их а дать именно удочку нацепить леску и чтоб они могли самостоятельно потом жить работать воспитывается воспитывать своих детей жить семейно как полагается и я думаю получится потому что один боец другой боец духом духом они настроены положительно а дальше от них зависит если люди сегодня помогают есть надежда что и машину приобретем и квартиру или дом и они встанут на протезы и смогут выбрать свой путь сами вы знаете вот эта часть проекта она которая остается как бы типа заказа да у нас к сожалению машина конечно большая но не настолько чтобы умещалось все уже с фасованном виде поэтому нам приходится иногда на местах собирать пакеты с продуктами потому что иначе они нам просто не влезут машину все последние интересно летит сейчас улетит наверно я вам тут не с пустыми руками от оставлю тут продукты на дом поделись каждому давайте вот сюда поставлю вы все равно тут все вместе готовится так что мне сказали что скоро уже уже будете готовить ну собираемся с того дома с нашего с этого дома нас тут чуть-чуть осталось людей собираемся вместе надо кушаем вместе надо детей кормим отдельно потом уже взрослые садятся за стол дружненько живем тут как-то и продукты в складчину и костер складчину как-то дружим стараемся помогать ну как это сейчас здесь живете очень туго смотрю все объединились света нет воду добываем в очереди два раза в день газ это вообще на грани фантастики ну вроде там ребята что-то делают когда-то должен быть очень боимся да украина нам все время обещает мы придем все будет наше этого очень боимся сейчас полегче как стало с приходом наших солдат на поле чем меня пошел ну прошел страх ходить по улице у меня прошел страх видеть военных я хочу мира просто мира хочу мирного неба над головой чтобы поскорее закончились боевые действия чтобы украина нас оставила в покое я очень боюсь если они сюда зайдут честно положу руку на сердце и очень это боюсь они нас били просто они нас разворачивали сибири пошел у дома они просто стреляли по нас из танков просто вообще без разбора просто у меня такое ощущение что будет действительно отдан приказ чтобы просто уничтожить город уничтожить население вот так и написано баба убежище женщины и дети так и осталось там подвал там большой подвал хороший там еще советское время не делалось бомба убежище вот ну там выгорел немножко конечно там кто-то сейчас живет нет слава богу никто не живет пытаемся связаться то там тоже на украине родственники есть все вот мы нет мы все-таки только за украину вот вы не понимаете вот вы все врете такого не может быть вы что наши соседи пошли туда специально служить чтобы защищать наши земли говорю нет это не ваша земля ваша земля вот там это моя зима то не ваша зима нас били из града просто лупили как какая-то их не землю посерок смотри уже делали да сейчас будет чай сейчас будет уже изучает класс ореховым вареньем ничего себе варенье ореховое домашние у вас еще остались запасы упорка есть упорка сами понимаете тут же у нас деревня всего мы все закрываем так закрываем я например если закрыла меньше чем 250 банок у меня шуковое состояние взять и рют мама ты что это делаешь а ты сейчас только закипел чай не будешь шайки Тетя Света! О, соседи. Здрасте, а вы Светлану знаете? Ушла. Просто ее ищет Сергей Лиджаев. Получается, это тетя его жены. Вы ей передайте, что мы приезжали и передавали привет. Девочки, а я не забываю. Можно я сейчас запишу? Давайте я тоже сейчас записку напишу, передайте тете, ладно? Отлично. Ну вот иногда мы приезжаем на адрес, а человека нет. Куда-то ушел. И теперь будем оставлять записки, передавать приветы от тех, кто ищет этих родственников. Сейчас я ей тогда напишу записку, что мы приезжали, от кого, и вы тогда ей передадите. Жизнь все равно другая. Понимаете? Все здорово. Конечно. Конечно. Как это ощущается? Девочки, даже воздух другой. Честно. Едут машины. Мы знаем, наши машины едут. Понимаете? Вот эти вот с такими знаками, как у вас. Это наши. И мы им желаем всего хорошего. Они нас обнимают, успокаивают. А вы, случайно, не Галина Николаевна? Ой, Галина Николаевна, здрасте. А я вас ищу. А что такое? Я вроде не нарушала закон. Не-не-не, все нормально. Смотрите, мне написал Андрей Андриенко. Он сказал, что... Да, так, зять мой бывший. А бывших не существует. Мы с ним любим друг друга. Он просил к вам заехать, узнать, как у вас дела, что нужно. Живем хорошо. Крыша поехала. Не у нас. Крыша поехала. Надо ремонтировать. Там шифер упал, там два стекла нарушены. Если вот так в хату путем не заходить... Вот на хату не смотреть. Рай? Рай. Конечно. Конечно, по сравнению, что в городе делается. Но самое главное, живы. Фигенили свои. Украина, как хотела нас. А вы местные? Не, мы с Москвы. Такие молоденькие. Ну да. А и сколько? Ну, у меня 23. Вот сына убили, 24 было. В 12-м году, 22-го июня, в 4 часа утра у меня убили сына. Служил в милиции. Парню 24. Нам тело не показали, сказали, утонул. А мать-то ведь не обманешь. Он воды боялся, как я, он в жизнь бы не залез. И добилась агсгумации до сих пор в шоке. Пулевое ранение с проникновением в голову. Вот когда начали уничтожать русских. А с продуктами как у вас дела? Ну, продукты, что это... Пенсионерам-то много не надо. Давали же эти... Гуманитарку. Кто смог, не получил, потому что ноги болят, ни где не хожу. Может, передадите привет? Мы вот сейчас снимаем. Передавайте им всем привет. Ой, всем друзьям, родным. А у меня полмира друзей и родных. Всех люблю. Всем мира. И всем спасибо тем, кто молится. Счастливые мы, что живы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова